доброе время суток друзья боевая провинция приветствует вас сегодня я бы хотел с вами проанализировать бой который состоялся сегодня утром это эрол спенс и ламонт питерсон прогноз описание боя прогноз боя мы уже давали как всегда у нас все друзья сбылось досрочная победа вон во второй половине боя досрочная победа если кто не видел я сейчас объясню соперник питерсон отказался от боя так как он понял что если выйдет еще на один раунд то понесет тяжелый урон для здоровья и возможно серьезный нокаут и сейчас давайте самого начала пробежимся по по бою и попробую с вами разобрать этот бой и почему бой протек именно в таком русле почти как мы говорили но немножко не так потому что потому что это это зависело друзья от и от спенса зависело и от питерсона от того какой стиль ведения боя они выберут на данный момент проведения этого боя но питерсон ламонт как я и говорил друзья работает на дальней дистанции на уходе хорошо он работает что он умеет и умеет работать в клинче не то что умеет а просто работает в нем из-за того что он устает и с поднятыми руками и соперник устает и начинает перекидываться должен перекидывать удары друг против друга и в основном значит питерсон но переигрывает соперниками в этой ситуации хотя и пренебрегает защитой как-то так как соперник вымотан в первой половине боя движением быстрым движением за догоняя ламонта питерсона потому что ламонт питерсона дальней хорошо работает что у нас получилось здесь спенса друзья я не буду описывать так как я уже говорил то что он боится разносторонний может работать так как он захочет можете в клинче поработать можете на дальней перестрелять и на средней поработать дистанции у нас что получается спенс может все а ламонт питерсон два момента может дальней дистанции хорошо он работает кинул и убегает кинул и убегает а пока соперник двигается за ним он устает так как соперник не готов к такой манере ведения боя, потому что соперники в любительской манере ведения боя, они на месте перестреливаются, кто кого перекидает. Здесь что у нас получилось, друзья? Ламон Питерсон попробовал побоксировать со Спенсом. Не получилось у Спенса быстрее руки. Тогда, как мы и говорили, он начал движение от соперника. Кинул, кинул и быстрое движение назад. Что сделал у нас Спенс? Спенс в это время, не отходя от соперника, вы уже видели этот бой, все наверняка, начал притягивать его движение, быстрым движением вперед, прилипанием к сопернику. Раз, 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 раз подбегает. Питерсон отбегает, он опять к нему, к нему, к нему, и не отдает отдохнуть. Когда Питерсон встанет, потому что спиной очень тяжело убегать, когда Питерсон встанет, то Спенс раз к нему подходит и начинает работать. Не дает совсем глотнуть воздуха оппоненту. Все, уход назад отсек Спенс у Питерсона. Что делать Ламонту? Ну, Питерсону. Что делать Питерсону? На средней дистанции не получается работать у него. Но он и не умел, друзья. Плохо работал на средней дистанции. На дальней дистанции Спенс показал, что не даст ему работать на дальней дистанции и будет работать таким прилипанием, ну, быстрым движением соперника. И когда Питерсон встает, Спенс подбегает к нему в это время, к нему, к нему, к нему, и начинает работать. Что делать? Что у нас остается делать Питерсону? Остается у него еще один момент, который он умеет. Это поднятые руки, когда Питерсон поднял руки и подходил к сопернику. Но подход у него не отработан, так как когда он начинал уже во второй половине делать этот подход, оба соперника уже устали, оба оппонента. И он просто подходил через удары как-то, и соперник стоит, и они сближались, тупо сближались, но удар шли. И он начинал, значит, накидывать, накидывать в ближней дистанции, сам пропускает. Соперник не может отойти, устал уже. А Питерсону уже это наработано. Вот эти накидки, вот эти пропуски, тычки на ближней дистанции. И со стоятыми ногами начинает работать за счет рук, и перекидывает больше, попадает по сопернику. Но здесь что получается? Первая половина боя еще не прошла. А Спенс Питерсону уже дал понять, что у него не получится работать убеганием на дальней дистанции. На средние руки как бы не передумывает он Спенса. Питерсон не перебивает его. И он ему оставляет вот этот подход. Но, когда Питерсон начинает подходить к Спенсу, посмотрите бой, с поднятыми руками. Спенс-то не устал. Спенс что делает? Он на средней дистанции просто разбивает этот блок. Так как подход быстрого к сопернику, подхода у Питерсона не отработан. И вот он через эти руки начинает, поднял и начал пропускать удары. И все. Он Спенс Питерсона просто обезоружил. Все, что умеет Питерсон, он не может применить против Спенса. И поэтому Спенс сделал Питерсона просто неумехой. Бойцом, который на две головы ниже своего оппонента. То есть, делал с ним все, что захочет. На средней дистанции перебивает. А так как Питерсон у нас поднял руки уже до второй половины боя, так как ему уже ничего не оставалось. Но удар он не реагирует. Быстрое движение рук и ног у Спенса быстрее. И когда Спенс ему начал отбивать руки, бить по рукам, в голову там сквозь руки, как-то что-то там боковые за руки, через руку там накидывать постоянно. Вот эти 80% набросы, удары. То, естественно, руки начали уставать. А когда руки начали уставать, потому что они у него нетренированные, видно, что Питерсон не тренирует это упражнение набивания рук. Естественно, удар еще больше замедлился. И он уже поднимает руки. Он бы хотел поработать, а уже не получается. Уже все, руки отбиты. Потому что он их привык поднимать в конце боя, когда уже оба соперника устали. И вот он набрасывает. А здесь с этого положения нужно еще бросить руку вдаль, на среднюю дистанцию, где стоит Спенс. А в Спенса еще труднее попасть. А руки у Спенса быстрее. А у Питерсона руки еще медленнее стали. Вот и результат вот этого боя. Так что досрочная победа, как мы, друзья, и говорили. Спенса. Ну вот так, друзья. Спенс молодец. Спенс молодец. Питерсон тоже молодец. Все равно Питерсон это одна из ступеней в карьере Спенса. И которую он разгадал. Он ее прошел. И он даже не показал в этом бою, Спенс, друзья, все то, что он умеет. Что он показывал в предыдущих боях. Он мало в клинче даже работал, потому что он видит, что ему это не нужно. Потому что соперник стоит, ничего не делает. Вроде как и читаемый, и разгадываемый. И поэтому вот эти, вот эти заготовки, вот эти наработки определенные. Был там один момент, когда он постоял около соперника немножко, вот так, Спенс, около Питерсона. Постоял Питерсон, что-то начал бить немножко. Чувствует бестолку. Потому что у Спенса, видно, блочок такой крепенький, не как у Питерсона. Питерсон начал сразу отходить. Отходить Спенс опять накидывает. Все, друзья, Спенс молодец, красавчик, молодец. Пожелаем ему удачи, потому что, потому что у него и Кроуфорд будет впереди. Такие серьезные уже бойцы и другие оппоненты. Ну, а Питерсону что нам желать, друзья? Пожелаем ему крепкого здоровья, чтобы дальше продолжал драться. Дальше был вот этой, пусть проходящей ступенью, но ступенью серьезной, которую нужно разгадать, которую нужно пройти. Что это очень с таким, с такой, вот Спенс с легкостью сделал, так скажем. А другому, может быть, потруднее будет. Потому что он не такой будет разносторонний, как Спенс. Все, друзья, всем пока. Удачи. Подписываемся на боевую провинцию. Продолжаем заниматься боксом. Держать удар и не унывать. Все будет у вас хорошо. Продолжаем. Продолжаем.